В 2071 году баскетбол в Приморском крае важнейший спорт и наших баскетболистов знают во всей России. Это пожелание в будущее. Под ним свои подписи поставили те, кто уверен, все исполнится. Начало положено. На территории Приморского спортивного общества «Динамо» начали заливать бетон будущей площадки для баскетбола 3х3. По мнению министра спорта Приморья, это значимое событие для города. Потому что в преддверии Олимпийских игр сегодня строится объект, который будет в дальнейшем использован для подготовки сборной команды России по баскетболу 3х3. В строительстве спортивной инфраструктуры в крае активно участвует бизнес. Компании «Центр снабжения ДВ» и «Бетон-Трилитон» и в этот раз не остались в стороне, оказав существенную поддержку в реализации проекта. Сегодня мы заливаем «Бетон-Трилитон» в основание этой баскетбольной площадки. Для нас очень важно и, в общем, почетно участвовать в таких проектах, потому что мы живем и работаем в городе Владивостоке. И, конечно, считаем, что город должен развиваться, а спорт – это такая важнейшая составляющая. Эдуард Сандлер много лет занимается развитием уличного баскетбола, который уже стал олимпийским видом спорта. Сейчас Эдуард управляющий Приморским спортивным обществом «Динамо», и он намерен сделать баскетбол 3х3 доступным для каждого. «Благодаря тем меценатам, нашим партнерам, компании KFC, лично Максиму Лемарову, руководителю этой компании, за то, что откликнулись финансово. Площадка будет абсолютно открыта для всех желающих, абсолютно бесплатно. И мы надеемся, что локация в центре города будет привлекать молодежь здесь. Площадка будет работать круглосуточно и днем, и ночью». Открытие баскетбольной площадки назначено на июль. К будущим игрокам требование одно – бережное отношение к оборудованию. Алина Черненко, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.